Добрый день! Мы начинаем лекцию, посвященную истории христианских королевств в Испании во второй половине XIV и в XV веке. Первый сюжет касается правления короля Педро I Жестокого и его сводного брата, Энрике II и войны Трастамора. На протяжении всего охватываемого лекции периода в Кастильском королевстве правили шесть монархов последовательно. Они перед вами. Последний монарх, последний представитель Бургундского дома на троне Кастилья – это Педро I Жестокий, правивший с 1350 по 1369 год. В результате его свержения, его сводным братом Энрике II из дома Трастамора, на престол Кастильи всходит династия Трастамора и она останется уже до конца XV века. Последний представитель мужской, последний мужской представитель старшей ветви этого дома – это Энрике IV Бессильный, чье правление оборвется в 1474 году. Затем, собственно, следующий период истории Кастильи будет связан уже с правлением королевы Изабелла в браке с королем Арагона Фернандо. И это уже совсем другая история, которая станет предметом одной из следующих лекций. Когда Педро I вступает на престол в 1350 году, королевство оказывается в довольно сложной ситуации, я бы даже сказал в ситуации нарастающего системного кризиса. В чем он выражался? С одной стороны, это, конечно, династическая ситуация. Педро I на момент вступления на трон не младенец, но и не взрослый. Это подросток 16 лет от роду, нервный, очень вспыльчивый, болезненно ревнивый, никогда не забывающий о том, что законный сын короля, только он, законный сын, то есть от Марии Португальской, я напомню, и никогда не забывающий, что от любовницы, от Элеонора де Гусман, у его отца было 10 детей, старший из которых Энрике Трастамора, Энрике Граф Трастамора, старше его Педро по возрасту, и, следовательно, он постоянно будет являться соперником на пути к трону, хотя он и незаконно рожденный, повторюсь. Поэтому все правление Педро I, как минимум, вся первая половина его правления будет разворачиваться на фоне вот этой вот постоянно подпитываемой ненависти короля к сводным братьям, а после того, как в 1351 году будет пленена, а затем казнена Элеонора де Гусман, ненависть, как вполне понятно, станет взаимной. Дети Элеонора де Гусман будут платить той же монетой своему королю, сеньору, сводному брату Педро I. А второй фактор, который нельзя упускать из виду, это эпидемия чумы, черная смерть. Я напомню, Альфонсо XI умирает внезапно, скоропостижно, во время вспышки бубонной чумы в королевском лагере на осаде Гибралтара. И дальше чума проходит по стране, очень так сильно выкашивая население. В ряде регионов полуострова в результате чумы умирало до 30-40% населения. Иные города оставались буквально вымершими. Ну, небольшие городки, конечно. Дестабилизация обстановки. Понятно, что перед лицом чумы, когда массово умирают люди, многие снимаются с своих мест и пытаются убежать от чумы. Убежать в другой город. Убежать, спрятаться, переждать. В королевстве нарастает бродяжничество. Многие ремесленники, земледельцы бросают источники своего дохода, то есть участки земли и свои мастерские, и становятся бродягами. И за счет того, что многие уходят в бродяги, а другие умирают, экономика королевства при вступлении Петра Первого на престол переживает, мягко скажем, не лучшие времена. Начинается резкий взлет цен, инфляция, усиливается самодурство со стороны работодателей, которые сознательно занижают оплату труда, а с другой стороны усиливается сопротивление со стороны вот этих самых бродяг, которые бывшие ремесленники, потому что они уже не соглашаются на нормальные условия оплаты, да, они требуют для того, чтобы вернуться и осесть и снова начать работать, они требуют несоразмерно большого вознаграждения. Вот это вот недопонимание, да, этот конфликт становится еще одним из важных источников беспокойства для короны. А, наконец, как всякое серьезное стихийное заболевание, чума вызывает к жизни очередную волну обвинений против евреев и очередную волну преследований евреев. Собственно, король принимает евреев под свою руку, что становится еще одним поводом для роста недовольства в королевстве своим королем. Он защищает евреев от своих же христианских подданных. При этом Педро I обладает своим представлением о том, как должно развиваться королевство. И представление, надо сказать, совсем не такое абсурдное и вовсе не глупое. Он делает упор на развитие крупных городов. Как раз именно отсюда его покровительство евреям. Они не то чтобы очень симпатичны ему, но он видит в них серьезный экономический ресурс. В городах он покровительствует развитию торговли. Во многом его интересует развитие международной морской торговли. Отсюда его усилия, направленные на развитие и перестройку отчасти Севильи с одной стороны и Коруньки с другой. Опора на города подразумевает то, что Педро противостоит крупным магнатам. Он видит в них скорее приверженцев своих братьев. Тех, кто тогда не помешал связи его отца с Элеонорой. А наоборот поддерживал эту связь и всячески одобрял ее. И поэтому он обращает на крупных магнатов почти непрекращающуюся волну репрессий. Ну и наконец международная ситуация. Когда Педро вступает на престол, его на тот момент фаворит Хуан Альфонсо де Альбукерке, фактически опекун, устраивает свадьбу юного короля с французской принцессой Бланкой Бурбон. Однако, едва успев заключить этот брак, там возникают проблемы с выплатой Приданова, полагающейся за женой. Едва успев заключить этот брак, Педро бросает свою жену. Собственно, говорили о том, что брак даже не был консумирован, что он не состоялся, в смысле не было ни одного плотского восхождения короля с своей женой. Он бросает свою юную жену и удаляется к любовнице, к Марии де Подилья, представительности одного из мелких рыцарских родов Португалии. Подобный мезальянс не мог не вызвать недовольства и вызвал недовольство среди Кастильской знати с одной стороны, а подобное поведение по отношению к жене, разумеется, вызвал разрыв союзных на тот момент отношений Кастилии с Францией. И Франция становится, французский киролевский дом становится врагом Кастилии. Педро ищет в условиях Столетней войны другого союзника, и естественным, как мы понимаем, союзником становится английская короля. Законных детей у Педро Первого, законных детей мужского пола у Педро Первого так и не было. Двух своих дочерей он выдаёт за английского короля и брата английского короля Джона Гонта, герцога Ланкастерского. Этот поступок Педро станет источником довольно серьёзных проблем для Кастильской короны 20-30 лет спустя. Но об этом чуть позже. В 1351 году собираются единственные вправления Педро Первого – кортасы в Вальгидалиде. Постановление этих кортасов – это важнейший источник по социально-экономической и политической ситуации в Кастилии 50-51 годов. Из постановлений кортасов и из документов, вошедших в акты кортасов в Вальгидалида, стоит отметить несколько моментов. Помимо традиционного сборника петиций прокурадоров Кастильских концертов, содержащих жалобы на действия знати, на грабежи со стороны королевских чиновников, на излишние поборы со стороны короны и, соответственно, содержащих ответы, те или иные ответы Педро Первого, помимо этого, повторюсь, традиционного элемента, в постановление кортасов в Вальгидалиде входит так называемое уложение ремесленников – орденомьенто де менестралис. Это важнейший документ, в котором Педро Первый пытается привести в действие комплекс мер против бродяжничества. Устанавливается обязательная норма заработка для ремесленников в зависимости от уровня их мастерства. Устанавливается минимальный, обязательный минимальный заработок для подемных рабочих. Больше того вводится даже регламентация режима работ, но вплоть до того, что под запрет ставится употребление ремесленниками вина во время работы и запрещается сиеста. Разумеется, на деле это очень мало кто применял и очень мало кто этому подчинялся, но сам по себе документ в данном случае важен и интересен. Аналогичные документы по содержанию принимаются в эти же годы, в самом начале 50-х годов, в короне Арагона и в Португалии. Наконец, в акты Кортаса входит целый комплекс мер по поддержке евреев. Король принимает евреев под свою руку, гарантирует им, соответственно, высшую возможную защиту правовую. И ограждает их от произвола со стороны местной знати и, кстати, горожан. Ну и, наконец, на этих Кортасах принимается решение составить знаменитую телячью книгу «Бегетрий». Она создается в 1352 году. Фактически это реестр королевских прав, сингериальных прав на территории королевства. Это большой перечень, в котором перечисляются вот эти самые «Бегетрии», то есть общины, вольные выбирать себе сеньора. И перечисляются, какие сеньоры, где имеют на них права и где на них имеют права, соответственно говоря, и какие права имеет корона. После казни Элеонора де Гусман в 1351 году мирное сосуществование Педро с его сводными братьями, извините, оказывается уже окончательно невозможным. Энрике бежит в Арагон, на территорию Арагона, где его принимает Педро IV церемонный. И уже вскоре, с 1356 года, начинаются почти постоянные тревожище вылазки Энрике, военные вылазки на территорию Кастилии. Начинается фактически война. Все это осложняется тем, что в 1956 году в результате инцидента с арагонским торговцем в Севилье начинается война Кастилии и Арагона, известная как война двух Педро по имени двух королей. Эта война длится 10 лет. Она стоит серьезных сумм денег и той, и другой стороне, несколько разоренных городов, порушенная морская торговля в ряде каталонских и арагонских портов, крайне беспокойная зона границы Кастилии и Арагона на полуострове. Война заканчивается в 1966 году, там ряд мирных договоров, идущих подряд. Но в 1966 году, казалось бы, противостояние с киролем Арагона заканчивается, но де-факто оно просто переходит в новую стадию, потому что с территории Арагона в Кастилию вторгается Энрике Трастамара, вторгается во главе серьезного отряда наемников. Костяк этого отряда составляет арагонское рыцарство, которое идет с Энрике благодаря соглашению заключенному между Энрике и Педро Четвертым. Поначалу военная фортуна оказывается на стороне Педро. Он разбивает своего брата, тот бежит во Францию и возвращается с подмогой. Собственно говоря, с ним приходит корпус французских войск под командованием Бертрана Дюгеклена, знаменитого французского полководца и будущего канитабля Франции. Педро, в свою очередь, привлекает на свою сторону знаменитейшего полководца той эпохи наследного принца английского престола Эдуарда, черного принца. Привлекает он его обещанием, с одной стороны, серьезной денежной оплаты, а с другой стороны, он обещает отдать Эдуарду ряд земель Кастильского королевства в наследственное владение. Выбор Педро оказывается удачным. В 1367 году Энрике, уже успевший короновать себя в городе Калаорре, и даже собрать Кортеса в Бургасе, дать ряд серьезных обещаний от своего лица, как уже от лица короля. В 1367 году Энрике сталкивается со своим братом в сражении при Новорете. Оно уже известно как битва при Нахере. В этом сражении Энрике разбит на голову, и сам Энрике бежит сначала в Арагон, а затем во Францию. В плен к Педро Первому попадают и арагонские рыцари, и французские. В частности, в плен попадает Бертранд и Геклен. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что в плен они попадают не к Педро, а к Эдуарду Черному принцу. Результат, казалось бы, полной победы Педро оказывается неожиданным. Победа ускользает между рук, потому что Педро не выполняет своих обещаний, данных Эдуарду Черному принцу. В результате тот получает выкуп от Карла Пятого французского и освобождает Бертрана и Геклена. И следом уходит из Кастилии, прекращает свое участие в этой войне. Энрике возвращается из Франции, к нему снова присоединяется Геклен с новыми силами. Педро оказывается лицом англицу с двумя противниками, с своим сводным братом и с французами, а на его стороне больше уже нет англичан. Исход грустен и предсказуем. В 1369 году в результате битвы при Монтьеле Педро терпит сокрушительное поражение, едва успевает укрыться в замке Монтьель. И вскоре при попытке договориться с Бертраном и Гекленом, чтобы тот выпустил его из замка и просто дал уйти живым, Бертран предает договоренности, сообщает у них Энрике и задерживает у себя в шатре Педро I, ожидая, пока прибежит его брат. В шатре Бертрана и Геклена происходит схватка. Схватка это назвать сложно. Педро безоружен, а Энрике в полном доспехе и вооружен. Но, тем не менее, происходит схватка, в результате которой Энрике и все присутствующие там его рыцари убивают короля Педра I. На этом прерывается история Бургундского дома в Кастиле. И на престол восходит Энрике II по прозвищу Милостивый. Второе его прозвище вполне очевидно, его не любят вспоминать. Второе его прозвище Братоубийца. Итак, Энрике Милостивый, он же Энрике Братоубийца. Здесь несколько моментов. Во-первых, его власть изначально, когда он приходит к трону, слабее, чем у Педра I, потому что Энрике прежде всего должен постоянно доказывать легитимность своих претензий на трон. Как он это может доказать? Во-первых, щедро раздавая земли и должности благодарность за помощь в войне. Подобная щедрость может обойтись ему в итоге очень дорого, и понимая это, он раздает земли и должности пожизненно, а не наследственно. Он раздает их прежде всего своим родственникам, и можно отметить еще одну черту, которая, собственно, заметно становится в правлении Энрике, и дальше она будет видна у других королей Крастамора. От представителей крупной знати, от формирующихся грандов Кастилии, Энрике II пытается откупаться землями и придворными должностями, пытаясь не допустить крупную знать к реальному принятию решений, к рычагам власти. Собственно говоря, к власти он приводит своих людей, как правило, незнатных, так называемых летрадос, то есть ученые, и прежде всего юристы, выходцы из университетов по происхождению либо из не самого знатного рыцарства, либо из горожан. Энрике гораздо более часто созывает кортесы, кортесы становятся его серьезной опорой в ходе его правления. И два момента, на которых я еще хотел бы обратить внимание, это учреждение майората и создание королевской аудиенции. Важность применительных, важность майората вот в чем. Майората, известно, да, это режим, в рамках которого земли передаются по наследству лишь старшему сыну. Все остальные остаются, соответственно, без земель. Но была одна особенность. Земли, которые Кастильская корона объявляет майоратам, землю, принадлежащие не только королю, разумеется, но и аристократам, оказываются в крайне... Их оказывается почти невозможно продать, подарить, обменять нельзя делить. Их можно передавать только целиком. А поскольку они все являются обещанной собственностью старшего сына семьи, то корона следит за тем, чтобы их не продавали на сторону, не дарили, не отчуждали. Тем самым у знати из рук буквально вынимают один из серьезнейших источников дохода. Перезаклад, перепродажу земель. Как я уже и говорил, в ходе правления Энрика на первый план выходит, на первой роли выходят Кавальеро и Летрадо. Кавальеро – это представители незнатного рыцарства, возвышенные королем за службу. Летрадос – это вот интеллектуалы, те, кого во Франции называют легистами. А в международных отношениях Энрики разрывает союз с Англией, что очевидно, и укрепляет свои союзные отношения с Францией, в частности, флот Кастилии и в правлении Энрики II, и при последующих королях неоднократно воюет на стороне французов против английского флота, воюет успешно, как правило. В ответ на это брат английского короля Джон Гонд, герцог Ланкастер, и его жена, дочь Педро I, напомню, объявляют себя королями Кастилии, и вот с этого момента возникает еще один очень серьезный узел напряженности, возникает вот эта проблема в международных отношениях, которую придется решать уже не самому Энрике, он умрет в 79-м году, а его преемникам. Спасибо. Продолжение следует...